Уважаемые председатели, уважаемые коллеги, я очень благодарен организаторам конференции за возможность сделать это сообщение. Речь идет о раково-тестикулярном антигене PREIM, который мы рассматриваем в качестве перспективной мишени для иммунотерапии опухолей. В нашей лаборатории рекомендаторных опухолевых антигенов Российского онкологического центра мы сделали серию продуцентов различных антигенов, в том числе раково-тестикулярных. Для чего? Для того, чтобы использовать их в качестве основы для создания противоопухолевых вакцин. Очевидны преимущества, которые можно ожидать от использования этих препаратов, сделанных на основе рекомендации белков, но есть и недостатки, которые, очевидно, будут снижать эффективность применения этих препаратов. Здесь необходимы дополнительные усилия, в том числе и те, о которых сегодня говорилось, это использование цитокинов, использование инкибиторов, чекпоинт. В качестве вакцин можно использовать и активно использовать. Мы знаем, что очень многие, поскольку кажется, что это очень просто, лизировать опухолевые клетки и взять от больного и вернуть ему в живопитые клетки и попытаться добиться какого-то терапевтического ответа. На самом деле здесь, на мой взгляд, основным недостатком является то, что такая процедура приводит к тому, что в организм больного вносятся ингибиторы иммунного ответа, помимо широкого спектра антигенов. И, возможно, получение чистых опухолевых антигенов с помощью геноинженерных методов могло бы служить хорошей альтернативой этому подходу. Но здесь также подстерегает опасность, поскольку, возможно, иммуноселекция опухолевых клеток, которые теряют антиген-мишень. Что такое раково-тостикулярные антигены? Они были открыты в 80-х годах прошлого века благодаря усилиям Ллойда Олда и коллег, которые затем вступили в научную кооперацию с Терри Буном. Были получены цитоксические тель-лимфоциты и научились их культивировать от больных меланомы, которые проявляли цитоксическую активность против культуры опухолевых клеток, которые получены были от тех же больных. Терри Бун научился с помощью искусственного мотогенеза повышать иммунность опухолевых линий. Благодаря чередованию таких подходов были получены клоны цитоксических тель-лимфоцитов, параллельно был излечен больной, по крайней мере, была достигнута стойкая ремиссия. И клонированы из библиотеки, которая была получена, космидные гены, которые возвращали иммуногенность спонтанно утратившего клона опухолевого. И эти космиды были секвенированы, открыты были семейства генов МЭЙЧ, БЭЙЧ и ГЭЙЧ. Они являются частью большой группы генов, раково-тостикулярных генов. Эти гены экспрессируются не только в опухоли, но и при гаметогенезе. В этом случае существует более 50 семейств и более 150 представителей отдельных антигенов. Здесь указан как раз онкомаркер ПРЕИ, о котором сегодня пойдет речь. Он тоже есть в этой базе данных, созданный Ллойдом Молдом. Известна пока ограниченная информация о функциальной активности раково-тостикулярных антигенов. Видно, что они не случайным образом активируются в опухоли, поскольку они могут способствовать генетической нестабильности, приводить к потере, инактивировать апоптос, активировать процессы метастазирования ангиогенеза и поддерживать независимые от цитокинов рост опухолевых клеток. Раково-тостикулярные антигены в норме, работая при гаметогенезе, работают не все сразу, а по определенной программе, детали которой пока только начинают проясняться. Похоже, что они работают примерно так же, как гомеобокс, содержащие гены. То есть работают какими-то пулами. Запускается сначала одна группа генов, потом другая и так далее. И это находит свою параллель и при канцерогенезе, возможно, прогрессия опухолевая, отдельные этапы, связанные как раз с тем, что запускаются отдельные элементы этой программы, которые мы наблюдаем при гаметогенезе. Один из примеров практических. Мы исследовали ограниченный профиль экспрессии раково-тостикулярных антигенов при хроническом мелаликозе и подобных заболеваниях хронической мелаликозы, это ХМПЗ. И было обнаружено, что с прогрессией этих заболеваний при переходе ХМЛ из хронической фазы в фазу акселерации в бластный криз увеличивается экспрессия этих генов и активируется экспрессия тех генов, которые до этого молчали. Соответственно, мы видим некую смену программ. Еще один пример. Мы исследовали лимфосаркомы различные и обнаружили гидерогенность различных лимфом по профилю экспрессии раково-тостикулярных генов. И это находит свои параллели и в клиническом проявлении этих заболеваний. В настоящее время проводятся исследования клинических онковакцин на основе раково-тостикулярных антигенов. Некоторые перечислены здесь. В основном эти исследования проводят крупные университеты. И только одна фармкомпания – это ГЛАКСа Смит-Кляйн. К сегодняшнему дню сложилось мнение, что вакцинотерапия на основе этих антигенов раково-тостикулярных невозможна как монотерапия. Ее необходимо сочетать с другими видами терапии. Начинает банальная химиотерапия, которая должна убрать основную опухолевую массу и кончая сочетанием иммунизации с помощью раково-тостикулярных антигенов и блокаторов иммунологического чекпоинта. По мнению вот этих авторов, которые здесь процитированы, антиген для того, чтобы стать основой для создания вакцины, должен обладать некоторыми признаками хорошего антигена. Должна наблюдаться высокая частота экспрессии в различных опухлях. Этот маркер можно использовать в качестве маркера минимальной стоячной болезни. Он должен быть иммуногенен, должна показана быть прогностическая значимость, анкогенность. Экспрессия должна наблюдаться в опухолевой стволовой клетке, желательно, чтобы она отсутствовала в нормальной стволовой клетке и должна быть, естественно, доказана клиническая эффективность. PREIM – это аббревиатура Preferentially Expressed Antigene of Melanoma. То есть антиген преимущественно экспрессируемый в меланоме, и его открыли так же, как и других представителей более ранних, еще в 80-е годы, по возможности стимулировать цитоксический Т-клеточный ответ. И этот антиген гиперэкспрессирован при очень многих опухолях. Недавно мы проводили анализ данных литературы, и оказалось, что этот антиген, наверное, наиболее представлен в опухолевых клетках в сравнении с другими раково-тостикулярными. Хотя даже уже старые работы показывали, что мы можем встретить экспрессии в PREIM и при солидных опухолях, и при опухолях кровотворной и лимфоидной ткани. Таким образом показана высокая частота экспрессии. И первый пункт соблюден. У нас есть этот критерий. Здесь пример. Мы наблюдали экспрессию раково-тостикулярных антигенов у больных лимфомой Ходжкина в дебюте и затем в ремиссии. И обнаружили, что экспрессия этих антигенов исчезает при достижении ремиссии. Кроме того, мы с успехом сами использовали и рекомендуем использовать определение уровня экспрессии PREIM. И не только мы, естественно, но еще прежде нас и западные авторы. Для мониторинга некоторых гемобластозов, например, острого мелобластного лейкоза и острого лимфобластного лейкоза – это очень эффективный маркер. Даже если нет других маркеров, с помощью анализа экспрессии PREIM можно определять опухолевую нагрузку и следить за эффективностью терапии. Таким образом, и второй пункт для этого антигена выдержан. Его можно использовать в качестве маркера при неостаточной минимальной болезни. О том, что этот антиген иммуногенин, было ясно уже с момента его открытия, поскольку именно по этому свойству он и был обнаружен. Он уже достаточно подробно изучен, и изучены пептиды, производные этого белка, которые могут в комплексе СШЛЯ первого класса активировать токсический Т-клеточный ответ. И более того, у больных, например, страдающих меланомой, можно с помощью этих пептидов окружать гендритные клетки, стимулировать Т-клетки и получать клоны специфических Т-лимфоцитов, которые способны распознавать меланому в культуре и лизировать ее. Мы показали, что клетки памяти, которые позволяют продуцировать такого роводоклетки, должны обязательно присутствовать у больных с длительной ремиссией, у больных, страдающих острым миобластным лейкозом. То есть больные, у которых ремиссия наблюдается 3 года и 8 лет, их, в отличие от нормальных доноров, есть эти клетки, которые можно активировать. Это показано с помощью тетрамерного анализа и с помощью ЭЛИСПОД. Таким образом, иммуногенность этого антигена сомнений не вызывает, и он также может использоваться в качестве прогностического фактора. Например, для поликулярной лифомы высокой экспрессии антигена премия является фактором неблагоприятного прогноза, препятствующего получению хорошего клинического ответа. У больных множественной миеломой мы показали, что высокая экспрессия в дебюте антигена премия препятствует эффективному применению бортезомиба, препарата, который нацелен на гибирование одной из субъединиц протеосом, и, возможно, это связано и с известной функцией белка премия. Он входит в состав кулин-2, убикветин или газы. Это ферментативный комплекс, который навешивает маленький белок убикветин на мишени, в основном на регуляторные белки, которые затем должны быть уничтожены в протеосоме. Возможно, это как раз связано с негативным действием премия на эффективность бортезомиба. Нами было показано, что высокая экспрессия гена премия в определенный временной промежуток у больных хроническим мелоликозом препятствует достижению большого молекулярного ответа к 2-м годам наблюдения. То есть это является для этого заболевания плохим прогностическим фактором. Более того, высокий уровень экспрессии премия сочетался с высокой частотой выявления мутации терозинкеназа бисераейбл, которая препятствует действию ингибиторов терозинкеназной активности. Ген премия по своей структуре похож на белки, которые относятся к ингибиторам РНКС. Кроме того, есть определенная гомология с рецепторами, стол-лайк рецепторами. Ген премия лежит внутри локуса легких цепей иммуноглобулинов, то есть для человека выгодно, чтобы он наследовался совместно с генами, которые определяют иммунную защиту. Мы показали в прямом эксперименте, что рекоменантный белок способен защищать РНК от деградации, то есть он не просто похож на ингибиторы РНКС, но и проявляет такие функции. Иногда в литературе встречаются данные о парадоксальном значении экспрессии гена Прейм. Иногда он рассматривается не в качестве неблагоприятного прогноза, а в качестве напротив благоприятного. Возможно, этому есть объяснение в этом примере. Это острый проместарный ликоз, и у больных в дебюте этого заболевания этот антиген экспрессируется в 100%, но у некоторых его экспрессия очень низкая. Оказалось, что больные с низкой экспрессией в дебюте заболевания очень быстро рецидивируют уже в первый год наблюдения. Скорее всего, это связано с тем, что помимо того, что Прейм входит в состав Кулин-2-убиквитин для газа, показано, что Прейм является ингибитором ядерного рецептора РАР-Альфа, который как раз и в результате перестройки является тем онкогеном, который запускает острый проместарный ликоз. И, может быть, Прейм в этом случае вместо того, чтобы усугублять опухолевые свойства клеток при этом заболевании, он подавляет активность онкогена ПМЛ РАР-Альфа. Мы провели исследование дифферсциальной экспрессии при введении различных генов, при введении конструкции, которые экспрессируют гены Прейм в фибробласте человека, ВИА-38, и обнаружили, что активация гена Прейм запускает ряд антиапоплотических генов, некоторые раково-тестикулярные антигены, и напротив подавляет экспрессию тех генов, которые являются проплотическими и дифференцировочными. Таким образом, этот антиген ведет себя как онкоген. Таким образом, показана прогностическая значимость и онкогенность этого антигена. Здесь процитирована работа, в которой показано, что экспрессия гена Прейм поддерживает в недифференцированном состоянии клетки семеномы, но есть и другие работы, в том числе и наше собственное наблюдение. Мы обнаружили, что ген Прейм, скажем, у больных с острым миобластным лейкозом, достаточно часто выявляется в CD34 положительных клетках, а у здоровых доноров мы этого не наблюдаем. Таким образом, этот антиген экспрессируется в опухолевых стволовых клетках и, как правило, отсутствует в нормальной стволовой клетке. Что касается клинической эффективности, то можно процитировать исследование под эгидой компании Клаксов и Смиткляйн. Они разработали свой вариант химерного гена Прейм. Ген Прейм, вся структурная часть этого белка, слита с другим белком из бактерий. Таким образом, эта конструкция, главоснову данных исследований, была показана хорошая переносимость этого препарата на моделях животных, мыши, обезьяны, тормозился рост опухолей, в которые вводился человеческий Прейм. За счет иммунизации этим белком удалось достичь хорошего гуморального, и CD34, вернее, CD4, CD8 активировались. Однако при исследовании уже в клинике на модели немелкоклеточного рака легкого и меланомы была подобрана, во-первых, эффективная доза 500 мг, был показан минимум нежелательных явлений, демонстрировался гуморальный эффект значительный, то есть антитела к этому антигену, активировались CD4-телимфоцит, а вот CD8 активировались очень редко у кого. И, возможно, это как раз показывает, что этот вакцин на основе этого антигена нельзя применять просто как монопрепарат. Необходимо каким-то образом воздействовать и снимать блок, который бы не дает возможности активироваться CD8-телимфоцитом. Каким образом мы получали этот антиген? Мы клонировали структурную часть этого гена, кодирующий белок PREIM из клеток К5-162, это ретро-бластоидный вариант властного кризиса ХМЛ, вставили в экспрессирующую конструкцию и получили его в очищенном виде. Далее я приведу пример одного из исследований иммуногенности этого препарата. Мы иммунизировали мышей рекомендаторным белком и вводили мышам в спинную область клетки мышиной меланомы, которую мы предварительно модифицировали таким образом, что она экспрессирует человеческий антиген PREIM. Вот эти мыши. Оказалось, что рост опухоли подавляется в значительной мере при наличии высокого титра антител к этому антигену. На тот момент это было удивительно, поскольку из данных литературы следовало, что PREIM экспрессируется в ядре, и его не может быть на поверхности. Но вот эти данные очевидно показывают, что здесь воздействие происходит на поверхность клеток. Здесь в рамках этого эксперимента мы показали, что сыворотка мышей, иммунизированных белком PREIM, а также молокональные антитела, которые мы получили против этого белка, вместе с сывороткой подавляют, приводят к кризису опухоли мышиной меланомы, в которую мы ввели человеческий белок PREIM. Молокональные антитела, которые мы получили против этого белка, использование их показало, что белок можно обнаружить в ядре, в основном это в таких клетках, очевидно это как-то связано с ранними этапами деления клеток, вернее с поздними, разделяющиеся ядра. Кроме того, белок обнаруживается на поверхности клеток, причем в различных линиях. Образом он в качестве мишени есть на поверхности клеток, и можно поэтому активировать не только цитоксический клеточный ответ, но и гуморальный, рассчитывая на терапевтический эффект. Мы показали, что очищенные антитела против белка PREIM подавляют рост различных опухолей, причем эффективность этого подавления зависит от исходного уровня экспрессии гена PREIM. Например, линия NOMO1, где экспрессируется антиген PREIM, достаточно слабо, слабо подавлялась этими антителами. В сравнении, например, с клетками К562, где экспрессия очень высокая. Линия VI38 не подавляется исходно, это человеческие фибробласты, но если мы вводим в нее конструкцию, экспрессирующую ген PREIM, эти клетки оказываются также чувствительны к действию этих антител. У нас есть примеры терапевтического применения рекомендационного белка на людях. Здесь показан пример иммунотерапии острого и мелобластного лейкоза. Некурабельный пациент, которому была проведена трансплантация логенных стовых клеток от симблинга, от брата. Это привело сначала к ремиссии, затем развился экстрамедулярный рецидив, то есть клетки высыпали в кожу, и с помощью инфузии донорских лимфоцитов удалось достичь второй ремиссии. Но затем эти процедуры перестали помогать, и вновь развился рецидив. И следующей ремиссии удалось достичь путем иммунизации нашим препаратом. Эта ремиссия продолжалась полтора года. Еще один пример, свежий совсем, это больной, страдающий хроническим мелолейкозом, который дебютировал в фазе властного криза. То есть это неблагоприятное состояние уже в дебюте. Ему был назначен препарат второй линии, дозотениб. На момент заболевания уровень экспрессии гена Сирейбл в международных единицах составил около 50%. Удалось снизить эту экспрессию примерно до 4 международных единиц. Однако в этот момент была обнаружена мутация в гене БЦРАБЛ. Это утрата одного из экзонов, седьмого экзона. Это приводит к сдвигу рамки считывания. И тем самым этот клон оказывается резистентным к ингибиторам тирозинкиназ. И в дальнейшем оказалось, что уровень экспрессии основного маркера, то есть гена БЦРАБЛ, повышается. То есть больной явно утрачивал эффект от терапии. И различные манипуляции, попытка смены на применение химии препаратов ни к чему не приводила. И врачи решили применить рекомендантный белок Прэйм, который разработан нами. И буквально после нескольких процедур введения подкожного этого препарата, вот здесь показана дозировка, Дивант, это гидрокиси алюминия, удалось на порядок снизить уровень нагрузки опухолевой. Хотя клон, в котором наблюдалась вот эта делеция, относительно его содержания даже вроде бы увеличилась с 10% до 30%. Далее иммунизацию продолжили, и удалось еще больше снизить экспрессию основного маркера этих клеток и добиться исчезновения мутантного клона. И в настоящее время у пациента наблюдается большой молекулярный ответ. При большой чувствительности в 4,5% порядка. Таким образом, мы полагаем, что иммунизация, то есть введение дополнительного воздействия терапевтической иммунизации против этого антигена позволило справиться с опухолевыми клетками у больного, который страдает хроническим молекозом. Таким образом, рекомендантная вакцина Прэйм безопасна и позволяет достичь клинических эффектов. И мы делаем вывод о том, что Прэйм является хорошим опухолевым антигеном и мишенью для иммунотерапии. И вот в заключение хотел показать довольно странный результат, который мы получили и не совсем понимаем, как его можно интерпретировать. Мы получали дидритные клетки, зрелые и незрелые, и нагружали их лизатом из клеток U937, вернее, лизатом из К5162 и действовали на клетки U937. И те же самые клетки были нагружены антигеном Прэйм. И оказалось, что в случае рекомендантного антигена Прэйм происходит лизис опухолевых клеток. Возможно, здесь проявилась собственная токсическая активность дидритных клеток, которая всем известна, описана и также рассматривается в качестве возможного эффекторного механизма для противоопухолевой активности. Но любопытно, что лизат клеточный из К5162, здесь вот ошибка U937 указана, в котором Прэйм экспрессирован очень интенсивно и в этих клетках экспрессируются другие раковые, тестикулярные антигены и многие другие. Вместо того, чтобы привести к лизису опухолевых клеток, привел, напротив, даже к некой стимуляции роста. Благодарю вас за внимание и с удовольствием отвечу на вопросы. Спасибо, Андрей Витальевич. Пожалуйста, коллеги, вопросы. Да, пожалуйста. Спасибо за интересный доклад. И последний эффект, который вы интересный, привели. Вы рассматривали такую возможность, что там Прэйм, который вы, так сказать, рекомбинантный, Прэйм, который экспрессируется инвиво клетками с различными пострансляционными модификациями, они могут обладать разными антигенными свойствами. Мы, более того, даже подозреваем, что там, хотя мы проводили лал-тест и определили там только следовое количество липополисахаридов, может быть, как раз активация в дендритных клетках происходит просто за счет каких-то присутствия следового липополисахаридов. Причем количество их очень мало, и если просто повышать концентрацию белка, Прэйма, вносить их в культуру опухолевых клеток, мы видим, что для опухолевых клеток сам белок не токсичен. А вот в сочетании с дендритными клетками такая вот токсичность проявилась, но, скорее всего, это не диковинка, потому что липополисахариды, они способны активировать дендритные клетки. Но в опухолевых клетках, то есть в лизате, липополисахаридов не присутствовало, но, возможно, были какие-то ингибиторы напротив. Это просто информация к размышлению о том, стоит ли использовать именно в качестве источника антигенов лизированные опухолевые клетки. Спасибо. Еще вопросы есть? Пожалуйста. Алексей Витальевич, спасибо за интересное сообщение. У меня вопрос такой. Мы сейчас переживаем бум иммунотерапии, нам появились новые препараты, высокоэффективные, но очень дорогие. Нам всем очень нужны предикторы ответа на данные препараты. Речь идет об ингибиторах ПД-1. И как вы считаете ваше мнение данной литературы, может ли гиперэкспрессия ракватисулярных антигенов в меланоме быть предиктором ответа на новую иммунотерапию? Спасибо. Ну, вряд ли предиктором, но, скорее всего, просто способом оценивать ответ. То есть, можно каким-то образом определять, допустим, деземинированные опухолевые клетки циркулируют они или нет в крови на основании экспрессии этого ракватисулярного антигена. А лучше не его, а целого комплекса. То есть, взять некую панель ракватисулярных антигенов и исследовать. Но, может быть, этот антиген имеет и прямое какое-то действие и на сам механизм действия этих антител против ингибиторов чекпоинт. Я об этом просто пока не знаю. Это нужно дополнительно исследовать. Но я вот забыл сказать, что мы рассматриваем антиген не только в качестве вмешения для иммунотерапии с помощью вакцинации, но мы также занимаемся разработкой гуманизированных антител против этого антигена, поскольку он находится на поверхности. У нас опухолевых клеток есть большие надежды, что антитела, так же, как, скажем, оптера, против преи могут быть использованы в терапии. Кроме того, нами клонированы вариабельные участки из этих гибридомов, мы планируем их использовать для того, чтобы разрабатывать искусственные рецепторы, те самые кары, о которых сегодня уже говорилось, так же направленные против преи. Спасибо. Андрей Витальевич, это же все доклинические сейчас и у вас исследования. Да, это доклинические, конечно. То есть, как с больными, просто интересно. Это в рамках исследований, которые проводились в исследовательских центрах при поддержке докторов, и соответствующих комитетов, докторы рассмотрели, и для больных, которые неаккурабельны. Последний случай он в рамках некой военной медицины, поскольку этот пациент ХМЛ, он директор одного из больших оборонных заводов, и у них там свое отношение к способам лечения. Спасибо. Но я понимаю, что здесь некое есть сомнение в законности применения таких подходов. Спасибо. Если нет вопросов, спасибо, Андрей Витальевич. Продолжение следует... Продолжение следует...